Это будет короткое видео. Я должен показать все то же самое, что я показывал сейчас на Ubuntu, как делается в Центесе. Но проблема в том, что Debian и Ubuntu еще как-то поддерживают гнома KDE и XDE. С Центесом и RedHutом, начиная с седьмой версии, там вообще все сложно. По умолчанию у нас можно поставить гномовский дисплей-менеджер, я не говорю о рабочих спредах. И только гномовский дисплей-менеджер у нас и будет. Можно, конечно, поставить какие-то совершенно сторонние, но так как у нас эта тема LP именно касается дисплей-менеджеров, а не рабочих сред, я просто вам покажу то, что там можно сделать, а чего сделать нельзя. Я вообще, признаться, не понимаю, зачем эта тема дисплей-менеджера в экзаменации вообще в LP, в подготовке к изучению Linux, это настолько вообще оторванный кусок от рабочих сред. Но он есть, и чтобы не отрываться с этой программы, я давайте вам покажу. Центес при установке нас спрашивает, какую вообще версию разворачивания мы будем использовать. Я просто покажу на момент именно установки. У нас есть по умолчанию выбор минимальной установки. Я сейчас щелкну сюда, и у нас здесь есть с вами еще несколько вариантов. В частности, у нас здесь есть с вами Gnome Desktop и KDE Plasma Workspace. Суть в чем? Если мы выбираем Gnome, у нас с ним ставится по умолчанию Gnome Display Manager, который мы уже в Ubuntu ставили и видели. В KDE, по идее, когда мы должны с вами выбрать KDE, у нас должен становиться ее родной KDM, KDE-шный дисплей-менеджер. Суть в том, что с Центеса седьмого начиная, они убрали поддержку KDM. И даже если мы сейчас с вами будем устанавливать KDE, у нас все равно будет установлен Gnome Display Manager, и он будет использоваться по умолчанию. И вот у меня установился Центес. И мы видим уже знакомый нам Gnome Display Manager. При этом, вот здесь вот, если мы щелкнем на шестереночку, мы видим то, что и в Gnome Display Manager мы можем войти, скажем, в KDE только. Давайте я скажу, в IT-систему. Как поменять здесь приветствие, добавить приветствие, я показывать не буду. Точно так же, как в Ubuntu, точно такие же папки, точно такие же файлы конфигурации. Давайте попробуем поставить теперь сюда Gnome и просто посмотрим, как можно переключать сессии. Всевозможные мануалы говорят, что я могу установить. Так, запускаю консоль. Могу установить Gnome командами. Surpreaser.doom. Ume. Group. Install. То есть установить сразу несколько пакетов. Gnome. Desktop. и Graphical Administration Tools. Проверяем. Ну вот, сколько нам нужно для этого скачать. Пусть скачает и проверим, что у нас получится. Говорит, что готово. Давайте попробуем. Выйдем из системы и войдем обратно и посмотрим, какие у меня появились варианты дополнительные. Leave. Logout. И теперь, когда я вхожу в систему, у меня вот здесь вот, видите, помимо KDE появилась еще парочка Gnome. Суть этого короткого занятия. Я потратил очень много времени, чтобы разобраться с этим CentOS, выяснить то, что у нас больше нету KDE Display Manager в CentOS. Есть у нас Gnome Display Manager для обоих ситуаций. XDM вы тоже не заведете никак. И это нам все, что нам нужно знать в пределах нашего LP-106.2. Очень люто. Я ненавижу вот все вот эти вот вопросы, связанные с какими-то такими вопросами графическими. Очень быстро, я вам говорил, эта система меняется. Все время что-то появляется, что-то исчезает. Нет смысла как-то добавлять информацию об этом в экзамен. Но я буду следить, когда будет обновляться экзамен в следующие полгода-год. Если они поменяют вопросы, я сразу же в плейлист этот добавлю изменения все. Продолжение следует...